Здравствуйте друзья, в этом видео мы с вами рассмотрим еще один вариант Zigbee энергомонитора для экосистемы TU-E Smart, который осуществляет бесконтактный съем данных при помощи токового трансформатора. Благодаря этому устройство не нужно включать непосредственно в цепь нагрузки, а питание которое подается на него нужно только для его собственных нужд. Я уже делал несколько видео на подобное устройство, в частности на компактные энергомониторы на 1 и 3 фазы от Zemi Smart. Кстати, на момент съемки этого видео, в своей системе умного дома я использую три однофазных монитора Zemi Smart SPM01 для учета общего расхода электроэнергии. Ссылки я оставлю в описании. И хотя они тоже используют токовые трансформаторы, для их установки требуется временное отключение цепи нагрузки, чтобы пропустить провод через токовый трансформатор. У героя обзора используется внешний токовый трансформатор и он имеет разъемную конструкцию. Благодаря этому он просто защелкивается вокруг провода, по которому подается питание на нагрузку без необходимости его отключения. Подробнее далее в моем обзоре. А перед тем как мы начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти как можно больше людей, которым интересна тема умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства Энергомонитор на токовом трансформаторе. Интерфейс ZigBee 3.0. Диапазон измерения от 0,2 до 80 А. Соответственно 46840 Вт при напряжении 230 В. Напряжение питания от 100 до 240 В. Измеряемые данные. Энергия передается в виде дельтозначений. Мощность токи напряжения. Размер 50 на 45 на 23 миллиметра. Трансформатор 40 на 28 миллиметров. Диаметр отверстия 10 миллиметров. Длина провода 70 сантиметров. Поставляется устройство в простой коробке из переработанного картона. Из опознавательных знаков только наклейка с названием модели и краткими параметрами, про которые я уже сказал. Что касается упаковки все максимально просто. Но доехало все в целости и сохранности и это главное. Внутри коробки нашелся собственно сам Энергомонитор. Трансформатор, длина провода напомню 70 сантиметров, круглый кусок двустороннего скотча и небольшая инструкция на английском. Схема подключения. Как я и сказал, подключение к линии питания нужно только для нужд самого Энергомонитора и замера напряжения. Ток нагрузки измеряется бесконтактно, для чего кольцо трансформатора нужно защелкнуть вокруг провода с фазой. Внешне герой обзора ничем не отличается от обычных реле для подрозетника. Например у этого же производителя есть Zigbee модель с энергомониторингом, ссылку я оставлю в описании. Выдает его только токовый трансформатор. На всякий случай уточню, что такой энергомонитор, в отличие от реле, не может включать и отключать линию питания. На фронтальной части находится кнопка, удерживание которой приводит к переходу в режим подключения. Сюда же выходят головки винтов контактной колодки, тут задействовано 4 контакта, 2 для питания и 2 для подключения трансформатора. Провода же подключаются к колодке с боковой стороны, при монтаже в подрозетник это довольно удобно, если говорить о реле. С энергомонитором с учетом внешнего трансформатора монтаж будет несколько сложнее, так как нужно будет продумать как его защелкнуть вокруг фазы. В комплекте идет и держатель для DIN рейки, но мне кажется для монтажа в электрощит логичнее смотреть модели в форм-факторе автоматического выключателя или компактная версия типа ZemiSmart SPM01 или SPM02. Токовый трансформатор рассчитан на ток 80 А, что и указано на его наклейке. Тут же написано какой провод куда подключать, красный в S1, а черный в S2. Стрелка показывает направление тока от сети к нагрузке. Именно так и нужно располагать трансформатор при установке, для получения корректных данных. Разборка устройства не сложная, корпус состоит из двух частей, которые соединяются друг с другом при помощи защелок. Достаточно поддеть чем-то плоским и твердым и все. Как обычно устройства Tuya используют свои собственные ZigBee модули, например тут стоит ZS3L, причем не очень ровно. Еще несколько снимков разборки для тех, кому интересно увидеть, что тут внутри. Для тестирования такого рода устройств я создал специальный стенд, в котором используется реле DAC-2161C, видео про которое вы можете найти в описании. В нем тоже есть функция энергомониторинга, так что показания можно сравнить. Удобно то, что данные можно видеть не только в системе управления, но и на экране устройства, причем тут их даже больше. Токовый трансформатор я защелкнул на проводе с фазы, стрелка показывает по ходу тока к розетке. Соответственно, все что будет включено в розетку, будет контролироваться и реле и энергомонитором. Перейдем к логической части и начнем с штатной системы управления Tuya Smart. Это ZigBee устройство, поэтому для него нужен шлюз. В этом тесте я использовал шлюз Neo NAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit и Google Home, ссылку на обзор оставил в описании. Для перевода энергомонитора в режим сопряжения нужно несколько секунд подержать кнопку на его фронтальной части, пока не начнет мерцать светодиод. После этого он обнаруживается шлюзом и появляется в списке устройств системы. Основное окно плагина отображает текущее состояние сети, напряжение, ток и мощность нагрузки. Соответственно, в зависимости от мощности показывается и статус. Нагрузка включена, выключена и некий промежуточный статус режим ожидания. Внизу находится кнопка статистики. Перейдя по ней можно посмотреть расход электроэнергии в разрезе дня, месяца или года. Я специально подключил к стенду постоянно работающую нагрузку холодильник, чтобы получить данные аналогичные тем, которые будут при реальном использовании. Меню общих настроек. Тут нет данных о совместимости с сторонними системами. Я в ходе теста проверил Google Home и Apple HomeKit, энергомонитор в них не пробрасывается. Из коробки была актуальная версия прошивки, обновлений не приходило. В принципе все опции тут стандартные, ничего специфического не увидел. Что касается автоматизации. Герои обзора выполняют исключительно мониторинговые функции, никаких действий он выполнять не может. Соответственно, и в автоматизациях он может быть только в разделе если. Тут есть четыре опции. Напряжение, мощность, ток и энергия. Каждую из них можно использовать для запуска какого-то действия, например, отключение управляющего реле. Для чего используются установленные значения и параметр больше, меньше или равно. Как я и сказал, в качестве нагрузки я подключил к стенду холодильник. Он подключен через Zigbee розетку Xiaomi, у которой тоже есть функция энергомониторинга, так что сравнивать показания можно даже не с одним, а с двумя разными источниками. Так как стенд включен в розетку, она учитывает и его собственное потребление. Так что по логике мощность на розетке должна быть чуть больше чем на реле и энергомониторе, а на них плюс-минус одинаково. Но по факту энергомонитор завышает показания относительно розетки и реле. Эти три скриншота сделаны с разницей буквально в несколько секунд, все окна были заранее открыты и я просто переключался между ними. 152 ватта розетка, 148 ватт реле и целых 161 даже почти 162 ватта энергомонитор. Еще один пример через несколько минут. Розетка 148 ватт, 145 ватт реле и 159 ватт энергомонитор. С розеткой и реле логика работает, розетка учитывает потребление и стенда и нагрузки, реле только нагрузки, поэтому и разница в 3-4 ватта. А вот откуда такое значение на энергомониторе вопрос. Вот в режиме низкой нагрузки, около 3,5 ватт на розетке, 2 ватта на реле, а вот энергомонитор не видит такой небольшой ток, как мы помним его нижний предел в районе 45-46 ватт. Как я и сказал с Google Home и Apple HomeKit энергомонитор не работает, поэтому перейдем к Home Assistant и сначала попробуем штатную интеграцию ZH, которую я использую стиком Sonoff ZB Dongle E. Отключаю героя обзора от шлюза Tuya, кстати после этого он не переходит автоматически в режим сопряжения, нужно зажимать кнопку. Интеграция обнаруживает новое устройство, но уже на этом этапе видно, что никаких данных оно не передает. Только пара технических объектов, скрытых по умолчанию, полезных данных нет. На дату этого видео энергомонитор не поддерживается в ZHA. Теперь проверим работу в ZigBito MQTT, актуальная на дату видео версия 1.33.0. Тут у меня установлен USB ZigBee Stick Sonoff ZB Dongle P с прошивкой от 7 мая 2023 года. Включаем режим добавления новых устройств, зажимаем кнопку на энергомониторе и он подключается к системе, поддержка штатная, необходимости в создании внешних конвертеров нет. Модель устройства TS-0601, наверное одна из самых распространенных для TUI. Как и подавляющее большинство устройств с стационарным питанием, герой обзора является роутером, то есть может передавать через себя данные других узлов сети. На странице экспозиции имеется 5 параметров, сила тока, мощность, напряжение, энергия и уровень сигнала. Вот еще одно сравнение показаний мощности энергомонитора и реле. Хотя данные на герое обзоре обновляются гораздо чаще, чем передает реле, все равно должно быть плюс-минус похожее, а не такой разброс. А с учетом того, что показания реле совпадают с показаниями розетки в которую включен сам стенд, то вывод напрашивается не в пользу энергомонитора. При этом показания по напряжению и силе тока почти совпадают. Еще одно сравнение, в этот раз я включил стенд в другую розетку TUI, а в качестве нагрузки используется лампочка накаливания. Показания розетки и реле полностью совпадают. Если смотреть силу тока и напряжение по всем устройствам, то разница минимальна, а вот что касается мощности, то энергомонитор и тут демонстрирует склонность к завышению. Home Assistant управление устройством осуществляется через интеграцию MQTT. По умолчанию из опций энергомониторинга тут отображается только энергия и мощность. Токи напряжения скрыты, чтобы их вывести и использовать, нужно их активировать. Для этого нужно кликнуть на каждый из нужных параметров и в окне настроек, которое открывается по нажатию на кнопку с изображением шестеренки, включить опцию активировать, которая автоматически включает и опцию показывать на панели. Теперь все параметры энергомониторинга доступны и могут использоваться как для интерфейса, так и для автоматизации. Особенностью этого устройства является то, что параметры энергии тут не накопительны, как у большинства других устройств, а отправляется в виде дельта значений с момента последнего обновления. Поэтому и график в истории ступенчатый и изменяющийся в обе стороны, а не постоянно растущий. Это график мощности. По своим наблюдениям скажу, что обновляется динамично и достаточно быстро, в зависимости от реальных изменений. Но помним тот момент, что это значение по всей видимости несколько завышено. График напряжения. Тоже видно, что изменения происходят в динамике и изменяются быстро. Аналогичный итог. Как показали проведенные сравнения, его показания вполне соответствуют реальности и обновляются достаточно быстро. Что касается счетчика электроэнергии. Есть такая интеграция в Home Assistant, видео уроки по ней вы также можете посмотреть по ссылке в описании. Система умеет работать с дельтозначениями с момента последнего обновления. Но существует известная проблема, связанная с тем, что в случае перезагрузки системы, Home Assistant воспринимает уже учтенные показания как новые, тем самым дублируя их. Поэтому лучше использовать значение мощности и интеграл Риммана. Подробнее про эту интеграцию смотрите в моих видео уроках, тут я покажу процесс создания счетчика через интерфейс. Нужная страница находится в разделе устройства и службы, вкладка вспомогательная. Справа внизу есть кнопка создания нового объекта. В появившемся окне выбираем интеграл Риммана, он нужен, чтобы получить из мощности в ваттах значение энергии в киловатт-часах. Указываем название, я использую техническое имя устройства и слово Римман через нижнее подчеркивание, чтобы было понятно что это за сенсор. В качестве исходного сенсора показания мощности энергомонитора. Метод интеграции оставляем по умолчанию трапеций. Далее количество знаков после запятой 2, префикс кило, так как нужны киловатты. И не просто киловатты, а киловатт-часы, которые указываем в строке единицы времени. Сохраняем. В систему добавлен новый сенсор, который будет использоваться в качестве показания энергии вместо штатного, который шлет дельтозначения. Следующий этап, на той же странице создаем еще один вспомогательный объект счетчик коммунальной энергии. Название даю по тому же принципу, техническое имя устройства и через нижнее подчеркивание слово метр. Исходный сенсор только что созданный интеграл Риммана. Цикл сброса или периодически, если вы хотите получать расход энергии за заданный период, например месяц или неделю или не сбрасывать, для накопления за все время как у квартирного счетчика. Смещение сброса. Если вы установили какой-то период сброса данных счетчика, то смещение позволит сдвинуть этот сброс на указанное количество дней. Далее, опции для счетчика, которые может как увеличиваться, так и уменьшаться. Дельта, как раз для таких сенсоров энергии, как по умолчанию героя обзора, но в таком случае возможно дублирование данных. И функция для энергомониторов, которые могут время от времени сбрасываться в ноль. Готово, создан второй вспомогательный объект счетчик электроэнергии. Но в качестве исходных данных, через интеграл Риммана используется сенсор мощности, а не энергии. Оба созданных объекта появились на карточке устройства. В отличие от дельта значений штатного сенсора энергии, эти данные являются накопительными. Сейчас значения сенсора интеграла Риммана и счетчика одинаковы. Но для счетчика есть возможность калибровки, установки своих начальных значений, которым далее будут добавляться уже данные по потреблению. Это нужно, например, чтобы синхронизировать его показания и показания квартирного счетчика. Вот так это может выглядеть при реальном использовании. Штатный счетчик энергии можно скрыть, если он не используется, это делается аналогично, как мы активировали сенсоры тока и напряжения, только в этот раз не включать эту опцию, а отключать. К достоинствам энергомониторов на токовых трансформаторах можно отнести и бесконтактный съем данных, что позволяет безопасно их использовать даже на мощных нагрузках и общем вводе в квартиру. В этой модели трансформатор выполнен в виде внешнего разъемного модуля, который можно установить на фазовый проводник без его отключения. Из хорошего, еще довольно быстрое обновление данных. Минусы. Главный для меня минус это завышение показаний мощности, по крайней мере в случаях моего сравнения с релей и розетками. При этом показания напряжения силы тока практически совпадают. С чем это связано, точно сказать не могу. Второй минус, не самый удобный метод подсчета использованной энергии в виде дельт, что приводит к дублированию данных при перезагрузке системы. Однако это обходится при помощи показанного в обзоре метода через интеграл Риммана. На этом все, полагаю, что информации которую я дал, достаточно для того, чтобы решить, нужен ли вам такой энергомонитор или нет. Если видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подпишитесь на мой канал. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки на магазин, где можно купить это устройство, на другие обзоры и уроки, упомянутые или соответствующие этой теме. Также есть ссылка на мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома, разделенную на под темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира.